Всем привет на канале Препресс. Приветствую новых подписчиков. Очень рад, что вы с нами. Итак, один из подписчиков задал вопрос, как подготовить коробочку для флакона с дизайном и ножом для высечки этой коробки. Условно разделим на два урока. В первом сделаем нож по листу согласования, а во втором подгоним дизайн под нож и подготовим для печати. Итак, приступим. Итак, приступим. У нас есть коробочка, вернее не коробочка, а лист согласования для наших коробочек. Да, кстати, по многочисленным просьбам подписчиков я добавил в левом нижнем углу отображения клавиатурных сокращений, которые я нажимаю при работе с документом. Иногда я просто, наверное, забываю или автоматически происходит и нажимаю какие-то клавиши, которые не всем понятны. Ну, я постараюсь все-таки озвучивать каждое свое действие. Итак, что нам надо сделать? Первое, что это сделать этот нож под размеры. Он у нас есть, размеры написаны. Что я предлагаю? Во-первых, выбрать выбрать нашу коробочку и убрать лишние документы и сделать размер под тот, который написан в этом листе согласования. Это был PDF, который я просто поместил в иллюстратор. И убираю все ненужные элементы на этом ноже. И убираю все ненужные элементы. Как проверить, все ли мы выделили или нет. Я обычно нажимаю Ctrl-X. Так, я выделил наш объект. Переношу на новый документ. Сейчас мы создадим новый документ специально для нашего ножа. У нас размер 153 на 60 и по высоте 220 на 80. Загруппироваю. Не буду группировать. Не хочу. Документ сетап 150. Рисуем. Соскочила. Простите. 153 на 60 на 202 на 80. Вот главный размер, правильный размер нашей высечки, которую нам нарисовали. Для радиоприкола мы обычно не сохраняют размеры. Но я советую все-таки проверять каждый. Задаем, поставим, сохраняем пропорции. Задаем эти же размеры. 153 на 60. У нас получается 202 на 86. Погруппируем. Ставим Align to our board. Горизонтальное выравнивание и вертикальное выравнивание. В данном случае я все-таки сделаю еще вертикальное выравнивание. И так. Извиняюсь. Вроде порядок. Не понимаю, что это. Хорошо. Какая-то полосочка, которая я не знаю, откуда взялась. Вроде как все учтено. Ну, где-то полмиллиметра. Ага. Наверное, вот идея есть. Хорошо. Ну, что я вам скажу. Нам теперь Вот листей спецификации нам говорят режущие. Это то, что будет высекаться. Красное. Синяя. Это беговальные. То, что будет складываться. Для типографии Обычно. Я не знаю, как другие будут действовать. В любом случае, как бы, это будет вводиться Пленка С этим С этой высечкой В одну краску Черной Ну, черная, понятно И будет Как бы, так сказать Люди, которые будут делать этот нож Просто будут указывать Это у нас беговальные синие Обычно я делаю То есть Я не думаю, что это сильно важно В данном случае Но мы синие сделаем Красными Так, смотрите По спецификации У нас получается Как Режущие Это у нас красным цветом выделено Беговальные У нас Выделено синим цветом Размер должен быть Два пункта Этой Этой линии Давайте мы сделаем Правильно Нашу Нож для высечки То есть Мы делаем Во-первых Это все в одну краску Для чего? Для того, чтобы Они не будут выводить Беговальные И для И режущие линии Отдельно Это будет Одна пленка Которая Будет выводиться И мастера По изготовлению Высечки Будут исправлять В любом случае При передаче Файлов Типографию Могут Исправить Добавить Но Наша задача Сделать правильно Дизайн И этот нож Чтобы потом Этот дизайн Подогнать Так вот Я все-таки Это сделаю В краску В одну Как сделать Нож для высечки В каком-то Из уроков Было Но наверное Повторюсь Переходим В смик Почему А и обратите Внимание Когда я поместил PDF В мой Документ Оно стало RGB Не знаю Так вот Так вот Сделали файл Типографии Я советую Сразу перевести В режим Смик Файл Документ Коордс Мик Дальше Я Делаю 99% Маженты Помещаю Это На Панель Сворчес Нажимаю Два раза Нажимаю Cut Делаю Cut Нажимаю 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 Вместо Процесса Color Type Spot Color 99% Лучше Стать 19% В прошлом Уроке В одном Из уроков Я рассказываю Зачем Если интересно Напишите В комментариях Я вам Скину Ссылку Если Не хотите Долго Искать Итак Как Теперь у нас Появился Внизу В правом Нижнем Углу Значочек Что Это Spot Color делаю его два пункта как и просили по спецификации и выделяю наши синенькие но ты протупил скажем так это надо бы изначально сделать ну придется теперь сравнивать что вырезается что не вырезается и сделаем его пунктиром ты на типография будет знать что это у нас будет для беговальная то есть будет сгибаться по этим линиям думаю тут понятно беру dashed line какая она там dashed line нас меньше всего интересует сравниваем правильно 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 это у нас будет загибаться это будет обрезаться сплошная линия обрезается это бегуется складывается так с этим вроде понятно нож готов на этом я этот урок закончу и и возвратимся к следующему следующему ссылка на урок будет здесь подписывайтесь на канал ставьте лайки есть вопросы задавайте всем привет кто присоединился всем привет кто присоединился на нашем канале припресс в прошлом уроке я показывал как сделать нож для коробки флакончика сейчас мы будем подготавливать нашу коробку вот предварительный дизайн который прислал на подписчик нашего канала то есть я всей предыстории не знаю но попросили показать как подготовить этот файл и так у нас есть коробочка которая урок как ее делать по листу согласования и показывал прошлый раз ссылка вот она и так берем наш нож копируем создаем документ который был спецификации а именно 153 60 на 202 80 обратите внимание что листы спецификации есть еще зелененькая такая полосочка который разного говорит основания то есть скорее всего это будет вы печататься на на третьем формате или на четвертом формате я не знаю но формата не хотят вот 317 плюс по 20 миллиметров по краям продал спецификации почему-то указано 18 ну это пока сейчас нам не важно то есть я предлагаю создать новый документ 153 на 60 и 202 на 80 нашем дизайне и потом от него плясать TIME appointment setup и date artwork рисуем наши 153 на 60 153.60 на 202 и 80 замечательно как интересный конечно дизайн а это сантиметров простите меня пожалуйста я трошки удивлен был поставим миллиметры я работаю в миллиметрах так мне удобнее и так 153.60 на 202 и 80 вот наш артборд по которому будем делать для того чтобы такого не произошло мы поняли да оно наложилось друг на друга теперь все буду перетаскивать оно захватывает все что попало в эту область поэтому я вернусь назад поставлю откуда плясать увеличение и сделаем это вверх 202 на 80 все готово оригинал я пожалуй оставлю здесь и вот тут начинается самое интересное скопирую наверное это должно быть перевернуто да и выравниваем и выравниваем по нашему документу как замечательно получается ну я честно говоря я честно говоря затрудняюсь ответить да и наш нож наверное надо на новый слой делаем новый слой открываем layers через меню windows layers или F7 нажимаем и копируем даже вырезаем переходим на наш созданный слой нажимаем control F оно у нас сверху и блокируем его для того чтобы может быть вам было бы удобней давайте сделаем еще таким образом скопируем перейдем на этот слой нажмем control F оно скопировано на то же место оставлено при помощи control F и сделаем window guide my guide все мы сделали наши гайды направляющие по которым мы будем раскладывать наш дизайн он у нас вроде как заблокированный хорошо насколько я могу судить это у нас вот наш дизайн наверное боюсь что нам еще придется согласовывать с заказчиком эти все моменты что-то надо перевернуть что получится получается фигня так мне ничего не остается сделать как взять это все дело и раскроить на так как я посчитаю нужным подписчик с подписчиком мы ведем переговоры поэтому я думаю она ответит на мои вопросы или передаст типографии или будет короче давайте просто сделаем дальше будем разбираться если появится какая-то обратная связь от подписчика от заказчика от типографии я думаю что я запишу новый урок я покажу принцип как это лучше сделать для всех итак у нас есть коробочка которая примерно выглядит вот так вот с какой-то ерундой и мы должны туда написать составы и все остальное так это у нас будет наверное главная страница ну надо иметь немножко представление о том как оно выглядит и как сделать красиво логотип с этой штукой перенесем сюда так бум-бум-бум это я пока уберу чтобы не мешало это нам не надо фон с фоном обязательно обратите внимание что направляющие должны быть за пределами ну два миллиметра в принципе достаточно иногда пять миллиметров делает но я думаю двух вполне достаточно ну ладно пусть будет три бог с вами формы продлеваем учитывая наши направляющие немножко растягиваем хотя этого категорически запрещается делать но в данном дизайне это видно не будет так вылет это белое конечно лучше это закрасить фоном в принципе в принципе можно поступить таким образом вернемся в наши к нашим баранам возьмем наши еще раз возьму я этот нож и будем о это конечно станция с бубнами на самом деле очень классно делать это изначально без когда уже есть то есть дизайн делается под нож при более менее понятном как оно будет вы можете взять распечатать ее вырезать в оригинальном размере наш формат позволяет это сделать так я скопировал это все дело мне надо вот этот видите да этот заворот и этот заворот даже наверное еще вот здесь сделаю заворот это будет внизу либо это будет какая-то информация либо со штрих-кодом бог его знает закрывается вот крышка закрывается то есть в принципе нам это особо даже и не надо так ладно заблокирую этот слой это это у нас будет наверно верхушка да блин честное 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 не нравится я туплю но извините пожалуйста я без подготовки так так сказать будни припресника естественно за это если вы этим занимаетесь то берите за эту доработку денег 1 час 20 долларов не меньше цените свою работу я наверное все-таки это возле крышки так будет наверное правильнее ну потом это распечатаем посмотрим отдадим заказчику пусть блин смотрит как 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 ему нравится не понравится это дим сделаем заново опять же что такое час работы то есть сейчас мы делаем какие-то там 10-15 минут кто-то кому-то это может показаться очень мало то есть берите не меньше часа за час я думаю эту работу можно сделать в принципе я тут больше разговариваю чем делаем ладно проехали делаем предлагаю состав перенести в одну из наших ячеек обратите внимание в данном случае это просто текст текст состав этого препарата который нам боюсь что надо будет разложить на две колонки для того чтобы занять это место делаем фон сделаем на вылет чтобы она обрезалась не было белых полей и наверное еще сделаю вот так раз два штрих-код я думаю можно поместить сюда на передний план control shift не хочет влазить можно ли впихнуть не впихуем можно конечно лучше это штрих-код немножко переделать переделать штрих-код можно при помощи программы corald draw или какой-то другой специализированной программы так ладно я тут меньше буду разлагольствовать давайте делать этот фон мы заблокируем control 2 control 2 состав я наверное перенесу сюда у нас раз два три четыре пять шесть семь восемь девять девять маловато будет табличку я наверное потом дорисую ух ты интересно стрел на таблице сюда перенесу придется разгруппировать ну кто в теме понимает да то есть вы можете запросить так ладно я группирую и буду дальше рассказывать вообще тема конечно прикольная можно запросить текста можно перенабрать самому заказчик потом начнет выделываться и говорит что нет это не то переделать лучше набрать и в чистом виде но если это всех устраивает и хотите либо побыстрее либо как-то еще то можно поступать таким образом сгруппировали каждую линию мы сгруппируем заново чтобы ничего потом случайно не потерять при переносах так хоть оно между делом может потеряться мы этого не хотим так у нас вот это будет первым то вторым я сделаю поближе даже наверное не так нижнее я перенесу вверх очень помогают быстрые направляющие ctrl r отсюда начнем у нас две колонки выравниваем их поверх ушки обратите внимание но у нас блин собака неровно верхушка хорошо значит и это подгоним состав ну конечно подозревая что после вычетки скажут надо пробел здесь все эти дела хотите вручную делайте заходим два раза клацаем и подвигаем даже наверное чтобы не вводить никого в заблуждение не вспоминать берем стрелочками раз-два опять два раза классы раз-два подозреваю этот урок больше квест чем какое-то решение каких-то проблем но я думаю проблему можно решить этим всем делом тут наверное сделаем линию и будем рисовать табличку так из предыдущего дизайна у нас почти ничего не осталось поэтому можем увеличить наш состав побольше потому что для я честно говоря не знаю конкретику но судя по всему насколько я знаю там есть какие-то свои требования для для букв составов и всего остального пожалуйста узнайте это чтобы потом вам не пришлось переделывать второй раз ну так как это у нас квест будем мучаться так энергетическая ценность мы кидаем вниз она у нас была в отдельном за отдельным за табличкой короче так рисуем табличку вот это все дело выровняем полево да вроде как более-менее нормально справа я делаю примерно такое же расстояние как слева вернее сверху вниз я рассматриваю это конечно лучше поверну было но не важно пространственное мышление должно присутствовать делаем табличку нашу это у нас будет белый цвет назад контрол не хочет слишком всего много слишком много элементов это у нас заблокировано выделяете документы и обратите внимание нижняя тоже выделилась так что у нас тут у нас тут какой-то свой цвет обратите внимание это плохо для тонких линий что плохо то что совмещенный цвет я не знаю какой он должен быть вроде как он выглядит серым поэтому давайте его сделаем просто просто примерно серым можно так поступить можно поступить edit pool edit colors convert to gray scale теперь у нас вот примерный серый цвет я его поставлю 75 упс 75 продолжим так линии наши таблички с shift она она будет ровно перпендикулярно и обратите внимание то есть я нажал на документ нажал на линию и она стала теми же пунктами которые есть нажал alt контур alt и так опять получается ерунда еще раз делаю одну я не знаю у нас есть два варианта в любом случае могу уменьшить чуть-чуть обратите внимание это у нас расстояние между линиями неровное, как избавиться от него я делаю еще нашу линию контр-альт копирую выделяю их с шифтом и перехожу в align трансформация или как он там правильно в align ну нам надо align, shift f7 align to selection если мы не сделаем align to selection мы можем просто по по всему артборду рабочей области разместить то есть видите оно разместилось контр-альт align to selection хоризонтал хоризонтал дистрибут дистрибут пейс это распределение одинаковое место между этими так так это вроде нормально да давайте немножко выровняем это все можем кстати так же самое поступить и с нашими составами берем выравниваем по серединке на глаз примерно примерно не хочу контр-ж блокируем ой не блокируем глупируем контр-ж также от линию нашу тоже нара выровняем немножко выделяем элементы дистрибут чтобы были одинаковые расстояния между ними между ними с этим мы можем поступить в принципе так же само блокируем ой блокируем группируем контр-ж и можем выравнивать так чтобы она выравнивала четко нажимаем с контролом а не контролом просто нажимаем выделяем две два элемента нажимаем на том по которому будем выравнивать клацаем это давно выравнивает по этому объекту то есть в данном случае у нас выравнивание по нижнему объекту идет помазал помазал да готово более-менее выравниваем но обратите внимание что вам нужен запас какой-то по месту сверху снизу это наверное направляющей я удалю контр-альт точка с запятой разблокирует наши направляющие так это мы выровняли да обратите обратно заблокируем помните мы создавали лишние линии я их уберу не надо нам лишнее так готово я сохранюсь не забывайте сохраняться есть у нас еще остался элемент способ применения с этой черной плашки я ее перенесу сюда шифтом поворачиваю на 90 градусов ctrl shift боковая ну твердый знак у нас переносим сюда шифтом пропорционально увеличиваю шифт не забываем чтобы это все было пропорционально у нас еще есть этот цвет тоже его перенесем ctrl shift квадратная скобка на передний план ну ну то есть обратите внимание те кто говорил что я ничего не рассказываю я делаю эксперимент и получается что время показа урока сильно увеличивается наверно наверно этот эксперимент покажет если вы мне напишите в комментариях продолжать таким образом я буду продолжать нет значит нет а что ж такое упор не хочет выравнивать по нашей направляющей ну это какой-то непонятный для меня если честно глюк так хочет ладно так поступим наверное по-другому я нарисую просто новую линию с этим же цветом ну теперь замечательно наверное какой-то глюк переносим control квадратная скобка назад на задний план переносим стрелочками подвигаем черный не знаю наверное что-то останется это мы увеличим может какая-то информация там нужна будет ну как я уже повторюсь это мы оставим на волю заказчика и так вот мы получили нашу коробку что мне не нравится здесь то что нету на крышке никакого интересного элемента здесь нету никакого интересного элемента здесь на крышках тоже я предлагаю все-таки сделать блочки такие из этих элементов у нас есть вырезка коробки и продублировать наш этот фон это у нас будет заклеиваться поэтому нам в принципе не интересно нам достаточно того что этот фон будет немножко увеличен не знаю насколько эта информация будет вам полезной этот урок я надеюсь что будет полезным ну боюсь что это будет черновой черновой урок поэтому full version is yours полная версия ваша так ладно давайте сделаем из этого элементы release компом пас полностью уберем лишнее так это нам тоже надо поэтому это первый элемент мы просто наложим друг на друга это второй элемент это будет третий элемент как интересно все разобрано но это конечно лучше требовать типографии четкую четкий нож под высечку по другому но никак ну по другому я показываю это занимает время так для того чтобы ну обратите внимание это разные элементы чтобы объединить эти элементы выделяем клавиатурное сокращение а выбираем частичное выделение правой клавишей join также проведем с нашими всеми линиями то есть мы объединим это все в одну сплошную прямую у упс не захотела она объединять почему наверное две точки там давайте еще попробую не хочет надо выбрать две точки плохо что могу сказать join теперь эту линию подтяну но как то оно а все понял вот вот она не хочет почему не хочет не понимаю а а вот так будет правильно вот готово если так неудобно мы можем перейти в режим варфрейма и поудалять лишние точки что в принципе будет по фэн-шу и правильно но не обязательно это рай перфекционизма ну сталкиваюсь ну вот опять откуда удалю ее я удалю ее 1 удалил не удалил выбираю все до последней удалили теперь можем соединять джойн к сожалению такое случается джойн да шитлайт умерю в принципе неинтересно также проделаем с остальными элементами которые мы хотим джойн джойн правой клавишей джойн правой клавишей джойн правой клавишей джойн ну здесь поприкольнее джойн джойн все да шитлайн убираем здесь джойн эта линия нам в принципе не нужна и это тоже делаем джойн и получилось джойн 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 девчо джойн джойн да готово теперь мы сделали наши язычки на которых мы возьмем этот фон и продублируем думаю так будет красивее чем просто но опять же этот мы этот момент будем выяснять с заказчиком надо но не надо в данном случае ну давайте выделим эти наши два элемента 3 надо извините 2 3 мы клипим мас правой клавиши или control f7 так есть давайте тут сделаем такой элемент лимончик апельсинчик control 7 маску делаем в любом случае мы потом можем просто подогнать дело здесь я рекомендую сейчас мы разберемся дальше как она поступать правильно давайте вот так вот комничка прикольно это мое субъективное мнение вас она может быть другим ну на что вы поняли принцип сюда и сюда да вот это грубая моя ошибка которую я изначально забыл учесть нету размера под обрез вот именно здесь вот по краям сейчас направляющим покажу вот 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 как это если все недразумения исправить уровень нету Так, у первых Здесь надо, здесь надо И здесь надо Тут нормально Тут немного увеличим Нажимаю Alt Увеличил Пойдет Я скопирую Релиз Clipping Mask Делаем Offset Path Как это сделать? Мы добавим сейчас По краям по 3 мм Кладем FX Offset Path Offset мы сделаем По 3 мм Превью Можем посмотреть Но мы не увидим Потому что у нас Прозрачная Прозрачная линия Окей Для того, что мы увидели Просто назначим Вот Наша линия Затем Мы делаем Извиняюсь Object Expand Appearance Выравниваем По ключевому Объекту Уже Жесть Конечно Да Некоторые Нюансы Нам не нужны Здесь А именно Эта линия Которая Сверху Мы Укоротим Наверное Здесь Тоже Укоротим Есть Достанем Release Clipping Mask И назначим На этот Clipping Mask Вот Порядок Теперь мы сделали Подобрез Наши 3 мм Так же Само Делаем И здесь FX Appearance Path Offset Path 3 мм Preview ОК Ну да Так и знал Почему бы Ctrl F7 Сделать Ctrl Alt F7 Теперь Можем Добавлять Наш Path Offset Path 3 мм Preview Мы видим Нажимаем ОК Object Expand Appearance Make Clip Mask Добавляем 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 Что-то непонятно, оно как-то накладывается. Лишний объект удалим. Ctrl-2, как-то оно тут странно, понятно, ничего не понятно. Вот мы достигли нашего предела. Теперь можем выравнивать. Тупо, конечно, получается. Ну, под обрез идёт и на задний план. Вот этот элемент нам точно не надо. Можем это просто подтянуть таким образом. Частичное выделение клавиатурного сокращения А. Подвинули. То есть она маску оставляет на месте, а это подвигает вниз. Давайте вот так вот сделаем. Есть. И теперь осталась вот эта фигня. Мы можем просто продублировать. Чтобы было понятно, это всё обрежется по направляющим. Ну, покажу. Здесь, в принципе, можно как поступить, обрезать этот уголок. Берём перо. Добавляем. И обрезаем. Добавляем точки. Обрезали. Подогнали. После печати, я думаю, ничего этого, ничего этого видно не будет. Так. У нас ещё это осталось. Давайте. Повторяюсь, я без подготовки. Конечно бы идеально было показывать с подготовкой. Это черновой вариант будет. Хотите матюкайте, хотите нет. Пасовсет пас 3 миллиметра. В превью мы ничего не увидим. Добавляем строк 1. Толщину мы тогда видим. Перо. Перо. А, извиняюсь, извиняюсь. Обжект уже спать хочу. Если честно. П. Направляющую поставлю, чтобы видно было, почему я там буду обрезать потом. Так будет, наверное, правильнее. Чтобы четко поставить на место. Object Expand Appearance. Плюсик. 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 Подгоняю мой. Sung control 7. Ставлю на это место. Всё можем. Три всему готова на задний план. лишнее убираю фух ну вроде все тут обрежется можно еще этот фон этот фон надо увеличить мы согласились дам п поставим так нужно не нужно блокируем почему так нам надо здесь точку поставить я заблокировал мне ничего не мешает стоп все хорошо еще сделать еще одну точку наши три миллиметра это подводим под уголок ровненько видеть направляющие нам помогает все все допустим сохранимся и направляющие лишние нам тоже не нужны артборд рабочую область тоже удаляю работа весьма сложную то есть за дизайн за это все уберите нормальные деньги за нарисовку то есть людям показываешь они говорят ну классно замечательно ты же ничего тут не сделал просто разложил в принципе если посмотреть на это все еще если не рассказывать то это довольно таки сложная процедура я не без подготовки мне это заняло час в принципе я мог вам рассказать за минут 10 наверное посмотрим этот формат там решим надо нам или не надо могу просто показывать без комментариев это существенно будет быстрее так ладно мы сделали наш дизайн теперь еще раз сохранимся теперь давайте подготовим наш файл помним да наш нож это будет раскладываться на такую фигню это у нас жесть конечно короче считатель калькулятор калькулятор наш размер 317 на 20 да мы 317 на 20 прибавляем сколько правая слева 20 справа 20 плюс 40 357 запоминаем 357 на здесь у нас 202 на 80 тоже по 20 миллиметров то есть плюс 200 ну 242 на 80 но я беру до экран до 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 242 по высоте на 80 мм, а по ширине 357,2 мм. Готово. Нарисуем наши 20-ти миллиметровые, 347, вот, 357, сейчас объясню, зачем я это делаю. 357,2 на... чего там... а, 242 на 80, на 80, есть. Выставляем центрирование по серединке нашей рабочей области. А теперь для того, чтобы исправить наши миллиметры, я делаю так. Так, у нас по серединке проверяем, откуда у нас отсчет. Смотрите, классная тема в иллюстраторе. Минус 40, дыч, минус 40, есть. Делаем мои гайдс. Вообще там, по-моему, ничего не указываем насчет радиуса. то ребята сами разберутся. Делаем гайдс. И теперь самое прикольное. Нам надо это перенести сюда и выровнять по краям. Понятно, да? Да. Да, у нас, смотрим, направляющие разлочены. Лишнего у нас ничего нету. Раз. Переносим. Я захватываю за направляющие. Она у меня становится чудесной. Тут. Тут тоже порядок. есть. Хотите, блокируйте, хотите, не блокируйте. Дело ваше. С альтом переношу, копирую. Ну. Типа того. Типа подготовили. Ну. То есть, оно разложено так, как просят в лист согласования. Это мы можем удалять, но пока не буду. Пусть оно висит. Итак. Последний этап. Самый, наверное, простой из всего, что было. Проверяем текста, чтобы они были черного цвета. Они у нас черный цвет. Выбираем. Хорошо. Это почему-то не выделилось. Почему? Проверяем. Совмещенный черный. Недопустимо. Делаем черный. Но у нас еще есть на той. То есть, я нажимаю вот эту клавишу, которая все подобные объекты выбирает. И делаю их черными. ПНГ файлы можно помещать. Лишь бы они были хорошего качества. Штрих-код. Сто процентов. Сто процентов. Ну, я так понимаю, для штрих-кода должны быть правильный номер. Так. Готово? Готово. Готово. Текста отделили. Ну, у нас тут прикольно. Зараза. Ну, я бы ничего не растрировал. Если честно. Кроме. ЦМИК. 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 Важно. Можете это делать. Можете это не делать. Типография вам расскажет. Ну, я бы наверное не делал. Градиенты растрировать надо. делать или не делать ладно давайте покажу это все делается и просто и не просто берем наши объекты да у нас тут объект дурацкий получается вот так вот сделано чтобы захватить наши три миллиметра для здесь понимаете что делаю копирую сальтом делаю освобождаюсь от маски стоп блин забыл захватить вот эту фигню теперь копирую чтобы было удобнее смотреть мне не будет удобно смотреть давайте нажмем control 3 объект height selection вот наши бараны так сделаю чтобы было видно ну понятно да переходим в pathfinder и делаем объединение вот ctrl alt 3 или object unlock show all растируем object rasterize mic high нажимаем ok отрастрировали нажимаем control 7 теперь это наш объект отрастрированный и под маской хреновой маской конечно потому что я забыл это вынести на передний план то есть в двух словах мы нарисовали объект под который надо положить фон в идеале это должен быть один цельный фон чтобы было красиво то чтобы было красиво мы это все отводим убираем убираем и под этот фон я делаю вот так вот примерно на задний план ну понимаете да но учтено обрезка control 7 теперь мы можем это просто поместить обратно в направляющем оно все красивенько становится на задний план убираем наши предыдущие объекты есть все соблюдено на вылет есть теперь мы можем это убрать разлучить разлучим это мы удалим чтобы не было что так все чудесно короче я считаю я считаю что работа сделана потратил я чистого времени где-то час тринадцать час ну вы понимаете да каждый дизайн каждое все за это берутся деньги берите нормальные деньги потому что вы это умственная работа если вы сделаете быстрее я за вас буду очень рад если сделаете как это по-другому или какие-то будут замечания пожалуйста напишите можем обсудить можем не обсуждать ну ваше замечание всегда интересно сохраняем как епс и отправляем типографию но сначала надо отправить на утверждение и распечатать заказчику когда заказчик подписывает утверждает мы говорим да замечательно кстати прикол которым я опять же забыл у нас есть еще наш нож который непонятно где да вот он вот он давайте это залочим и наш нож поставим на наш направляющий чтобы было ровненько чтобы было ровненько лайфхак берем уголок вот он даже появляется видите захватываем и переносим на уголок направляющий если уж так получилось как у меня забыли протыкали то же самое берем уголок alt и переносим шифтом желательно переносим сюда оно прилипает направляющим все распечатаем проверяем как оно лучше нет мы меняем ну короче это уже отдельная история пытайтесь учитесь как то надеюсь что у вас будет получаться быстрее лучше чем у меня так всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии что вам не понятно что понятно что интересно узнать высылайте файлы желательно высылать не на почту в комментарии обсуждаем если будет интересное видео будем записывать все пока слоями мы работаем control control точка запятой это буква ж на русской клавиатуре убираем направляющие для того чтобы можно было видеть что да как в слоях можем удалить наши ну в общем все пока пока пока